Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «В контексте» в студии ведущий Владимир Илларионов. Сегодня у нас в гостях Игорь Тамойкин, вице-президент Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя, Болтачев Александр Романович, кандидат биологических наук, заведующий отделом планктона Института морских биологических исследований, и Сергей Михайлович Федотов, президент фонда «Искусственные рифы». Тема «Искусственные рифы». Итак, Игорь Юрьевич, почему возникла сегодня эта тема, которую мы с вами в этой студии обсуждали без малого 11 лет тому назад? Почему эта тема сегодня вновь актуальна? Ну, совсем недавно Совет общественных инициатив во главе с Александром Королюком собрал рабочую группу, которая вновь подняла вопрос о возможности создания на акватории Севастополя искусственных рифов. Или чего-то подобного. Почему это важно? Наверное, любой человек, который живет и отдыхает в Севастополе, понимает, что море — живое существо, которое нуждается в каких-то специальных мерах защиты. Поскольку вся та жизнедеятельность, которую мы ведем на ее берегах, не всегда хорошо влияет на это живое существо. Естественно, что все мы, особенно те, кто ныряют, все видят, что происходит с морем. И в зонах выпуска, и в зонах разрушения берега, и в зонах особой активности рыболовецких компаний и иных организаций. Естественно, что возникает желание помочь морю стать чище, лучше и красивее, так как это было до появления человека на его берегах. — Сергей Михайлович, давайте попробуем определиться в терминологии. Дело в том, что и в прессе появляются статьи с различными заголовками, с различными названиями тех объектов, о которых мы сегодня говорим. В том числе в интернете. Каких только названий не встречается. Итак, терминология. Что такое искусственный риф? — Я тоже бы затруднился охарактеризовать искусственный риф, потому что какие только конструкции этим названием не называют. Это может быть и большие конструкции, которые защищают берег. Это и плавучие конструкции, с которых свешивается какой-то твердый субстрат для обрастания. Донные конструкции. Это и серфинг, это и дайвинг, и затонувшие какие-то объекты. То есть термин очень расширенный такой получается. Я бы предложил, во-первых, наверное, пойти по пути импортозамещения, во-первых, потому что термин все-таки из artificial riffs, по моему мнению, пришел. И можно, допустим, аквамодули — это для биологических целей искусственные рифы, а гидромодули — это для берегозащитных. То есть это вот такое предложение. Наверное, здесь можно провести некоторую аналогию. В автомобилестроительстве появилась концептуально новая модель, и выпускать ее стала фирма Jeep. Под названием такие выходили машины. У нас же Jeep'ами называется все, что имеет четырехколесный привод. Хотя на самом деле УАЗ не хуже того же Jeep'а. Точно так же мы не будем, наверное, более напоминать телезрителям о том, что искусственные рифы — это только рифболы. Рифболы — это только одни из вариантов искусственных рифов. Мы же будем говорить о любых искусственных рифах. И у меня вопрос к Александру Романовичу. С точки зрения науки в чем целесообразность, в чем важность искусственных рифов для севастопольских акваторий, вообще для акватории Черного моря? Ну, прежде чем перейти к акватории Черного моря и Севастополя, немножечко история. Ведь все-таки в 60-х, даже в 50-х годах с проблемой восстановления биологического разнообразия, продуктивности прибрежной зоны столкнулась Япония. И эта страна успешно решила эту проблему во многом. То есть они начали сооружать искусственные рифы. Пальму первенства впоследствии перехватили Соединенные Штаты, которые использовали для искусственных рифов и покрышки в огромном количестве. И они специально использовали корабли, ослужившие свой срок, и крейсера, линкоры и так далее, создавая искусственные рифы, бетонные конструкции. И в принципе, в этом году, если перейти к Черному морю, мы отмечаем 45 лет установки первого искусственного рифа в Черном море на базе Большого Утреша. Что он собой представлял? Это была сеть с камнями, которая была установлена на глубине около 10 метров всего. Она была небольшая, но тем не менее показала определенную эффективность. И в дальнейшем различными черноморскими странами, за исключением Грузии, были попытки установки рифов. Это и Турция, когда из Мирской бухты были затоплены несколько десятков троллейбусов, отслуживших свой срок. И другие около Трабзона. В Болгарии, в Варнинском заливе использовали искусственные бетонные рифы с арматурой. Это для того, чтобы в первую очередь предохранить вот эту прибрежную зону, Варнинский залив, от троллинии рапаны драгами. В Румынии использовались. Но особенно успешно, конечно, здесь еще до распада Советского Союза, целая программа была по созданию искусственных рифов. Это и в Азовском море, что позволило восстановить популяцию азовских видов бычков и, в общем-то, опять ввести их в ранг промысловых видов. Это и в Одессе колоссальные наработки были по созданию искусственных рифов. Безусловно, в Институте биологии Южных морей, ныне Институт морских биологических исследований, наш институт, было два направления исследования. Первый — это теоретический, который возглавлял Кирилл Михайлович Хайлов, который доказывал, какой может быть эффект от той или иной конструкции рифов. Как их нужно устанавливать по течению, в зависимости от характера грунта. Это и практические, которые были разработаны в отделе морской санитарной гидробиологии. Сейчас это разрабатывается доктором наук Мироновым Олегом Глебовичем и сейчас его последователем Алемовым Сергеем Викторовичем продолжаются такие работы. В частности, в 2016 году небольшая установка была сооружена в радиобиологическом корпусе, в гаване радиобиологического корпуса. И ведутся сейчас наблюдения, как происходит обрастание, насколько оно эффективно, происходит очищение. Какие основные последствия установки рифов? Конечно, это увеличение биологического разнообразия. Все зависит от количества укрытий, от конструкции рифов. Риф, кстати, может быть не только полезен, но и вреден. То есть нужно обязательно биологическое обоснование. Соотношение величины рифа к глубине. Обычно это 1 к 10. То есть если у вас глубина 10 метров, то риф не должен превышать 1 метра. И так далее. Второе, это, конечно, очистка вод. Вы знаете, у нас буквально вдоль всего периметра Черного моря ранее, лет 50 назад, существовал единый поезд. Биоциноз иловой мидии, фазиолины. Это фильтраторы. То есть от глубины, примерно от уреза воды и до глубины 100 метров, ежедневно в Черном море с эстонофагами, фильтраторами процеживалось 390 тысяч тонн воды. Представляете, какая величина. Сейчас, к сожалению, вдоль побережья Крыма, северного побережья Черного моря, практически эти биоцинозы уничтожены. Восстановить их невозможно. Единственный путь это создание искусственных рифов. То есть нам нужно вернуть легкие и печень нашим берегам и возродить вот эту привлекательность. Вы знаете, государственную политику в отношении Крыма, это должна быть, одним из направлений, это зона рекреации. А какая же рекреация при Больном море? Это невозможно. В государственной программе мы еще вернемся сегодня. Игорь Юрьевич, где можно дислоцировать вот эти модули, искусственные рифы, плантации искусственных рифов в районе Севастополя? Если говорить об акватории именно города-героя Севастополя и исходить из того, что только что озвучили мои уважаемые коллеги, конечно же, это в первую очередь зоны выпусков конденсационных вод. Во-вторых, это, конечно же, зоны, которые граничат между особо охраняемыми природными территориями, то есть и акваториями. И, конечно же, зоны, которые доступны рекреантам любого вида, в том числе и детей, к тому, чтобы они могли смотреть за тем, как работают эти искусственные рифы. И самая крайняя уже степень необходимости создания искусственных рифов — это берегозащита. Это очень трудоемкий процесс, о чем, я думаю, мои коллеги скажут более серьезно. А, и, конечно же, еще одна вещь, которую нужно добавить — это защита от прибрежных троллей. Вот примерно так. И поэтому таких мест не очень много, и которые учли бы комплекс всех этих воздействий и особенностей. Это, получается, район Бухты Ласпи, район Мыса Виноградного и другие аналогичные районы с песчаной листом грунта. Вот район Голубой, конечно же, там можно рассматривать уже разные варианты. Но для начала, конечно же, должно быть очень привлекательным, красивым, доступным. И для оценки не только специалистов, но и всех людей, которые приезжают сюда отдыхать. Место. Вот примерно так. Сергей Михайлович, материалы для модульных конструкций, для искусственных рифов. Что можно использовать для их строительства? На настоящий момент Водным кодексом Российской Федерации запрещен сброс любых отходов, в том числе списанной техники. Поэтому мы не можем пойти по пути американцев и топить автомобили и корабли, даже если они будут хорошо очищены. С этим вопросом мы поработаем. Я думаю, что сейчас я работаю в составе рабочей группы ОНФ по созданию программы, по сохранению биологического разнообразия, точнее, по сохранению биологических ресурсов Азова-Черноморского бассейна. Это, значит, рабочая группа работает по поручению президента, когда ему в Ялте на форуме ОНФ был задан вопрос про запрещенное донное отроление, факты отдельные которого продолжаются. Вот, то есть, предложение, которое я, допустим, туда включал, это и составление списков разрешенных, компромиссных и запрещенных материалов для искусственных рифов и решение вопроса с созданием искусственных рифов из тех же списанных кораблей после определенной очистки. Вот, и еще хотел бы обратить внимание вообще на эволюцию материалов по искусственным рифам, как она в истории человечества происходила. То есть, начиналось все с простейших камней, вот как в Азовском море у рыбаков была традиция брать на борт лодки камни, скидывать их в одном месте, и они получали на песке участки места обитания бычка и всегда были с рыбой. Это секреты, которые от дедов передавались. Это вот простейшее. Потом индийцы 2000 лет назад использовали нагруженные камнями деревянные пирамиды с ветками, привлекая таким образом рыбу. Развитие дальше пошло по пути, что любые материалы, в том числе пошли покрышки, автомобили, тележки, украденные из супермаркета в США. То есть, любой материал пошел. Потом все-таки поняли, что нужно эти материалы очищать, каким-то образом подготавливать. Дальше пришли к пониманию, что нужно создавать искусственные рифы, допустим, из бетона, собирать металлические конструкции. Бетонные конструкции, там вот Япония, другие страны в несколько этажей, там пятиэтажный дом, допустим. Таких масштабов, в общем, это доходило. И сейчас, я думаю, что все движется к тому, что есть понимание, что искусственные рифы можно делать под конкретные задачи, под конкретных обитателей, которые хотелось бы, в том числе под водоросли. В Японии на фотографиях есть и водорослевые искусственные рифы, где их выращивают для употребления в пищу. И думаю, что дальше все опять же вернется к природным материалам, к созданию объектов, похожих на природные рифы, более экологичных, нейтральных. Ну, сегодня уже есть огромное количество фотографий, даже видеоматериалов, процесса изготовления, установки искусственных рифов. Мы сейчас что-то из этих материалов увидим и постараемся прокомментировать. Итак, железобетонные виноградные столбики. Похоже, что это фестиваль в Коктебеле. Подручные материалы. Это мы делали в Коктебеле в 2006 и в 2008 году. Это американский опыт, одна из конструкций. Тоже одна из стран, сейчас вот не могу припомнить. Так, это коллеги, по-моему, в Семиизе устанавливали металлическую подводную пирамиду. Скульптурное направление искусственных рифов. Вот готовые к установке рифы находятся на причале. Это Коктебель. Нет, это Ялта. Это мы устанавливаем один из рифболов. Вот обрастание на камнях. Конструкции объемные внутри с полостями. Так, а вот это, насколько я понимаю, это просто из пенобетона, из пористого бетона кирпичи, штучные строительные камни, сцепленные цементом. Да, да, это нечто похожее. Ну, наверное, не пористый все-таки бетон, а монолитный, да, чтобы он не разваливался. Из керамики очень интересные конструкции, похожие на кораллы. То есть основной материал остается железобетон, армированный. Я бы сейчас сказал, что, наверное, со стеклопластиковой арматурой, более он долговечный. И вот керамика, камень, металл. Это уже обитатели рифов? Да, места обитания создаются, рыба приходит. Искусственный риф и 2005 год, это мы начинали в Черноморском. Какой ход обрастания? Вот эти рифы сколько уже простояли, по вашему мнению? Так, ну, я не специалист по коралловым рифам. Вот если про Черное море я более могу прокомментировать. Это мы делали в Коктебеле из бетонных блоков, соединенных с основанием. Вот металлические конструкции достаточно высокие на привлечение рыбы. И любые материалы, которые из торсырья, на которых может быть обрастание. Вот из опыта коралловых стран. Достаточно большие, как я понимаю, в Японии нечто подобное. Коллеги из Каспийского филиала Института океанологии международный фестиваль сделали. И вот, наконец, деревянные, бетонно-деревянные конструкции. Это я рисовал эскиз, как можно сделать... Но это эскиз-проект. Да, подводный рекламный искусственный риф. К сожалению, никто не откликнулся. Да, памятная у нас плита под водой установлена в Черноморском. Это один из вариантов рифболов, когда можно делать слоеный пирог, так называемый. Подводная Атлантида. На Каймановых островах один человек строит подводную Атлантиду. Сейчас, по-моему, еще где-то сделали, да? Что-то похожее. Александр Иванович, вот бетонные конструкции, насколько быстро они обрастают в естественных морских условиях? Вот, по нашим данным, уже буквально через несколько дней после того, как погружаются, сначала бактериальная пленка образуется. И постепенно, через год уже можно видеть, или в этот год могут осесть моллюски, которые, в принципе, на следующий год уже достигают довольно крупных размеров. Появляются водоросли, и в обществе создаются маленькие сообщества, своеобразные сообщества гидробионтов и обрастателей. Этими проблемами у нас занимаются очень серьезно в нашем институте. Существуют данные, сколько, допустим, на рифах у нас получалась биомасса 25,5 килограмм на квадратный метр. Очень себя хорошо зарекомендовали тетроподы, которые довольно устойчивы и хорошо обрастают. И, кроме того, в них образуется очень много полостей, где прячутся рыбы. Если вы увидите севастопольские наши молы, которые покрыты для защиты от волнения тетроподами, там постоянно находятся охотники. И около нашего корпуса, сам я нырял, видел, что довольно крупные и зубари, и горбыли, и прочие рыбы, которые довольно-таки редкие, желанные объекты добычи подводных охотников, там находят себе не только убежище, они спокойно там живут, это их место обитания. Еще раз обращаю ваше внимание, что уже есть разработки, которые нашли свою апробацию и в Шисхарисе. Это колоссальные были наши предложения и были установки, которые помогали очищать от нефтепродуктов эту известнейшую огромную гавань, нефтепорт. Это и в Севастопольской бухте были установки и в артбухте, которые многие годы существовали. Мы неоднократно обращались в городские власти, чтобы они поддержали эту инициативу и выделили небольшую относительно сумму для того, чтобы мы продолжили установку этих биофильтров или искусственных рифов в той же самой артиллерийской бухте под причалом, абсолютно никому не мешает. А несколько лет у нас были очень тесные связи с Черноморским флотом России, когда мы в бытность Украины, который позволил нам сделать установки для очистки воды в Клепальной бухте. Сейчас, к сожалению, когда мы вошли в состав России, эти работы прекращены, сказали, что это уже секретный объект. К сожалению, эти богатейшие наработки сейчас прекращены. Я думаю, что мы с экологами Черноморского флота все-таки найдем общий язык и поймем, что мы делаем одно единое дело – очистку Севастопольской бухты. Я напомню, что 10 лет назад, когда мы впервые заговорили об искусственных рифах, инициатива к научному миру исходила от севастопольского предпринимателя Сергея Джамаля. Тогда речь зашла о защите прибрежной полосы, о защите пляжей в Любимовке. Игорь Юрьевич, с точки зрения специалиста подводной охоты, фридайвинга, наблюдения, что показывают? Действительно ли там рифы искусственные, вот те, о которых мы сегодня говорим, могли бы там помочь? Знаете, это такой очень сложный вопрос. Почему? Потому что при установке искусственных рифов есть очень много серьезных требований к этой работе. Почему? Потому что можно установить и получить обратный эффект. Вот коллеги говорили об этом, что прежде чем что-то делать, нужно хорошо подумать. Знаменитая пословица говорит, да, 7 раз отмеряй, 1 раз отрежь. И поэтому каждый раз при какой-то частной инициативе нужно понимать, что есть еще глубокие научные знания, без применения которых место пользы может получиться вред. Именно об этом мы и говорили при создании рабочей группы по возможной общественной установке этих искусственных сооружений. Им необходимо привлекать специалистов, причем специалистов в разных областях. Только при сотрудничестве мы можем что-то полезное сделать, в том числе и для Любимовки. Потому что опыт той же Одессы показывает как позитив, так и негатив при постановке подводных сооружений. С своей стороны, мы, конечно же, как ассоциации, занимающиеся подводной деятельностью, многие наши люди видят, те, кто ныряет, видят, как меняется море в той же Голубой бухте, в той же Бухте-Ласпе, то, что происходит с берегом в различных удаленных местах не только Севастополя, но и Крыма. Конечно же, мы понимаем, что без вмешательства человека, то есть без помощи человека, мы можем лишиться с каждым годом все больше и больше акваторий, пригодных в том числе и для туризма, и для дальнейшего использования нашими потомками. Александр Романович, мы сейчас посмотрим небольшой видеофрагмент, полюбуемся подводными красотами. А в ходе комментариев к этим красотам мы все-таки вернемся к государственной программе. Можем ли мы уповать на то, что наша сегодняшняя поднятая с вами тема будет каким-то образом отражена на уровне государственного бюджета? Хорошо. Итак, бюджетное финансирование от государства. Есть ли такие шансы? Вы знаете, еще до распада Советского Союза планировалось, и даже начинала внедряться программа по искусственным рифам вдоль берегов того Советского Союза от Грузии и до Одессы. А потом, во время, в 90-е годы, планировалось и разрабатывалось под эгидой Black Sea Commission, Черноморская комиссия, общая Черноморская программа по искусственным рифам. Активное участие принимал наш институт, Одесский филиал очень большое участие принимал активное. Но, к сожалению, она и даже принята была программа в Украине по строительству пояса искусственных рифов. Она не была осуществлена, потому что все-таки это очень-очень дорогостоящее. Кстати, еще помните, у нас был известный мэр Саратов, он к нам обратился, и действительно была очень хорошая инициатива создать рифы в Амеге. Известный пляж, который, в общем-то, вы знаете, в летнее время практически там купаться небезопасно. Так вот, одним из вариантов оздоровления обстановки именно в районах пляжей и конкретно в бухте Круглой или Амеге, как называют севастопольцы, конечно, могло бы не только улучшить экологическую обстановку, но и привлекательность увеличить этой бухты, потому что там глубины небольшие, можно свободно нырнуть, посмотреть, как там идет обрастание, кто там живет. Это действительно один из вариантов, который был предложен, но, к сожалению, не внедрен. Что касается сейчас современного положения прибрежной зоны Крыма, действительно у нас очень много горячих точек. Решить его можно. Конечно, инвесторы это не смогут. Нужно принятие общегосударственной программы, о чем мы неоднократно говорили, и с ней природа, и с Минэкологией, как России, так и Крыма. И, в общем-то, есть понимание, но без финансов здесь дальше мы не продвинься. Конечно, нужно срочно принять программу с привлечением специалистов профильных институтов и, безусловно, общественных организаций, которые самостоятельно очень много делают, но это капля в море, которую необходимо, конечно, осуществить в ближайшие годы. Сергей Михайлович, Вы говорили о том, что запрещено Водным кодексом сбрасывать в акваторию строительные отходы. Сегодня мы уже коснулись, прозвучало слово, автомобильные покрышки. Какова история? Чем закончились эти эксперименты? И будет ли впредь практиковаться такой подход? В Соединенных Штатах Америки сейчас штраф за использование покрышек для искусственных рифов от 5000 долларов. Огромнейший риф, который несколько миллионов покрышек был установлен, это риф Осборн. Его можно найти в интернете. И за, по-моему, 30 лет 1 миллион из этих покрышек уже преодолел 20 миль до берега и выброшен на пляж. При стоимости установки на каждую покрышку они тратили до доллара погрузить ее под воду. Теперь они их извлекают из песка пляжа уже где-то за 6 долларов, а из-под воды они их извлекают уже за 20 долларов. Можно посчитать ущерб. И, кроме того, тех первых рифостроителей просто прокляли. Поэтому мой вывод, как мы подходим к решению задач по искусственным рифам, мы изначально исходили из использования экологически нейтральных материалов. То есть, в первую очередь, это бетон, камень. До дерева мы еще не добрались. Сейчас, я думаю, что перспективным являются стеклопластиковые и базальтопластиковые стержни. В частности, нужно попробовать их применение для восстановления пространств, где на дне расположен ил. То есть, чтобы конструкции не тонули в этом илу, а остались на поверхности, произошло обрастание на них моллюсков. И таким образом создавать точки восстановления. Мы сегодня касались защиты биологических ресурсов, обитателей морского дна. Но вскользь первопричиной нашего обращения к теме искусственных рифов была все-таки защита побережья. В теневой зоне прибоя искусственные рифы, которые залегают на различных глубинах, создают теневую зону, привлекательную для приноса, заноса, наноса морского песка. То есть, пляжи образуются в тени таких искусственных рифов. Есть ли в Севастополе такие места, где стоит все-таки попытаться создать искусственные пляжи? Я могу сказать, что не всегда эта технология работает. Во-первых, глубина должна быть достаточно небольшая, дно должно быть пологим, риф должен быть определенной ширины. Если ширина меньше, то это не работает. И он должен быть достаточно высоко поднят к поверхности, чтобы успевать гасить волну. Идея очень простая, что за полосой проницаемого подводного волнолома из гидромодулей волна уже идет ослабленная, и из нее выпадает пляжеобразующий материал, создавая пляж. То есть, пляж из мелкого песка создается энергией штормов. Я благодарю вас за участие в сегодняшней программе. Надеюсь, что в ближайшее время будет резонанс, будут вопросы телезрителей, будут вопросы общественности, научного мира, практиков, подводников, фридайверов, охотников и просто неравнодушных людей. И мы эту тему обязательно продолжим. Благодарю вас за участие в программе. В эфире была программа «В контексте». С вами в студии был Владимир Иларионов. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин